Нередко люди сдают или снимают квартиры самостоятельно, без помощи агентств, а значит и без оформления каких-либо документов. По устной договоренности, однако, такое положение вещей в корне неверно и ведет к неприятным последствиям. Заключать договор найма следует. Он позволит обезопасить наймодателя от многих возможных неприятностей и прежде всего от объяснений у налоговой инспекции. Ведь сдача квартиры в наем возлагает на собственника обязанность по уплате налога. Итак, каким должен быть алгоритм действий, если вы решились взять квартирантов? При осуществлении деятельности по сдаче жилого помещения в наем физическому лицу необходимо зарегистрировать в письменной форме договор о найме жилого помещения. И зарегистрировать в местном исполнительном органе. И, соответственно, уплатить подоходный налог в фиксированных суммах. Суммы подоходного налога по городу Бресту установлены в размере 24 белорусских рублей за месяц за каждую сдаваемую комнату. Данный налог можно оплатить за весь календарный год или за один месяц по желанию плательщика. Итак, сумма в 24 рубля совсем невелика, но для пенсионера, например, это тоже деньги. Так есть ли льготы? Есть, отвечают в налоговой инспекции. Льгота в виде полного освобождения от уплаты подоходного налога предоставляется тем наймодателям, которые сдают квартиру молодым специалистам, выпускникам дневной формы обучения и направленным на работу по распределению. В случае, если доходы плательщика в течение 2016 года от сдачи наем жилого помещения превысит 4947 белорусских рублей, то в этом случае до 1 марта 2017 года физическому лицу необходимо подать налоговый орган в декларацию по подоходному налогу и произвести уплату до 15 мая 2017 года подоходного налога по ставке 13%. Есть еще один нюанс. Он касается тех людей, которые сдают жилое помещение посуточно на срок, не превышающий 15 дней. По законодательству данный вид деятельности признается уже предпринимательством, что предполагает иные способы расчета с государством. В данном случае индивидуальный предприниматель будет являться платитьщиком единого налога ежемесячно по ставкам того населенного пункта, в котором сдается данный объект. Контроль за своевременностью уплаты налогов в бюджет постоянен. И, к сожалению, факты уклонения есть. При выявлении подобных нарушений следует административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, за весь период сдачи жилья в наем человеку предъявляется к уплате налог и пение. А сколько это стоит нервов и здоровья, знают лишь те, кто уже проштрафился.